Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос и историю. Мне, в принципе, показалось поначалу, что имеет место быть служебный роман, но когда я прочитал всю историю целиком, стало понятно, что служебного романа как такового нет. Есть у вас определенная деловая ситуация, которая связана с тем, как вы позиционируете, ну, например, как вы позиционируете своего работника у себя, как вы относитесь, в принципе, к своим работникам, как вы считаете, они должны себя вести, какие, вы считаете, у них должны быть права, обязанности и так далее. И, в принципе, бывает так, что какой-то сотрудник начинает вести себя, ну, вот, более вызывающе, более эгоистично, чем другие. Связано это, может быть, с очень большим количеством факторов здесь и личные отношения здесь и отношения к вам здесь и еще какие-то вещи. То есть, мы, например, не знаем, да, вот, мы не знаем, например, правда ли его, как бы, позвали в армию, например, правда ли ему пришла повестка. Потому что, если бы ему действительно пришла повестка в армию, то, соответственно, он ходил по врачам, и если у него нет проблем с здоровьем, то, соответственно, он бы, наверное, посел бы в армию, и непонятно тогда, как он размещает объявление. То есть, я, по-моему, тех только-таки не знаю, но согласитесь, несколько странно, что человек, значит, попросив приходить попозже, чтобы пройти врачей, но на две недели это растянуло, при том, что он вам этого не говорил. Значит, как действовал и в своих интересах. Также, по поводу сессии, значит, он сказал, что у него сессия, но сессия это, например, месяц, и если человек, например, месяц приходит позже, то здесь должны быть определенные сроки. То есть, когда он говорил вам о том, что у него сессия, называли он вам сроки или нет, почему вам это начало надоедать, Возможно, вы сами чувствовали на интуитивном уровне, что человек вас обманывает и вводит за нас, либо как-то еще вас, в общем-то, эксплуатирует, да, ну, как бы в своих интересах. Вот. Значит, далее, собственно, заключается в том, что Дим начал клятся, что обязательно будет выкладываться под крестейский, к тому же за счет обаяния и за всех, кто старался нравиться. Вот, знаете, здесь вы первый раз говорите о том, что вам человек этот нравился, то есть он вам был небезразличен. Соответственно, если он вам был небезразличен, значит, вы что-то в него вкладывали. То есть вы разрешили ему приходить попозже, не только потому, что это не вредило делу, а еще и потому, что у него было обаяние. Заметьте, что обаяние, оно повлияло на вас. Именно на вас. При том, что в конце своего сообщения вы пишете, что он вам нравился, но отношения на работе табу. В принципе, это правило. То есть у вас есть личный интерес. У вас был личный интерес. И этот личный интерес как раз таки, по моему мнению, вызывает у вас вот это вот отвращение негативной эмоции. Почему? Потому что я думаю, что когда человек начинает испытывать другому симпатию, а мне показалось, что вы испытываете именно симпатию. Если вы испытываете симпатию в человеку, в мужчине, то волей-неволей начинается его идеализация. Это вот такая, знаете, начальная стадия любви и влюбленности, если угодно. И вы, испытывая влюбленность, идеализируя его, рассчитывали почему-то, что он, например, сдержит свое слово, когда, например, обещал вам выполнять свои обязанности в период отсутствия вас. Вы ему поверили, но при этом попросили своих сотрудников, да, его контролировать. Ну и, соответственно, если вы попросили сотрудников контролировать, значит, все-таки доверие к нему у вас было недостаточным для того, чтобы полностью на него полагаться. А если так, значит, вас, по сути, борются два «Я». Первое «Я» — это предприниматель. То есть вы занимаетесь бизнесом, а вы предприниматель. И второе «Я» — это, собственно, женщина. Это собственная личность. И вот это вот личное «Я» хочет этому человеку верить. Личное «Я» хочет, чтобы Дима был тем, кем вы его себе представляли. Кем вы его себе представляли, точнее. Когда вы вернулись, то решили провести определенные изменения, значит, там, что начался кризис. И Дима здесь начал вам, собственно говоря, качать свои права. То есть, по сути дела, мужчина проявил здесь свое истинное «Я». Каким образом? Человек, во-первых, показал, что его волнует только свои интересы. Человек показал, что к вам у него никакой симпатии не было. Ну, потому что вы, наверное, думали, что он пытается нравиться вам и пытается нравиться вам именно потому, что у него к вам симпатия, скорее всего. А в действительности, мужчина просто-напросто использовал свое обаяние для того, чтобы вы дали ему более выгодные условия. И Дима, когда вы начали производить изменения, значит, начал гадать свои права, проявил себя как такого, знаете, строптивого сотрудника, проявил себя как достаточно незговорчивого человека, проявил себя как человека, не идущего на контакт, на компромисс. И, соответственно, вы увидели в нем, как бы, в личности, то есть, на плане, что он сообщил вам о том, что в ближайшие месяцы вы должны, в ближайшее, в течение ближайшего месяца вы должны пойти на его условия, потому что, по сути, он начал вам ставить условия. По сути, человек начал наглеить, 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 наглеить. То есть, он не готов был идти на компромисс. И, в принципе, то, что он сделал, это нормально. Это нормально для субъекта трудовых отношений. Я вам честно скажу, что если бы Дима написал бы свой вопрос у нас на ресурсе, и если бы на этот вопрос отвечал я, то я бы ему сказал сделать все так, как вы описали. Например, то есть, как субъект трудового права, как субъект трудовых отношений, как сотрудник компании, он поступил совершенно нормально, потому что он, в первую очередь, преследовал свои интересы. У вас же, несмотря на то, что вы поступили правильно, вы уволили его раньше, чем я говорил, потому что, понимаете, понимали, что его условия, это уже ни в какие ворот не лезет, вы его увольняете. Вы понимаете, вы его увольняете и понимаете, что с его уходом положение хочется еще больше, но не знаете, почему так решили. Вот это у вас равно как и отращение, огорчение из этого работника связано с несколькими моментами. Ну, на первый взгляд, как я уже сказал, изрядную долю, как бы, в этом вашем отношении сыграло то, что он вам нравился. И, как я уже сказал, есть идеализация. Значит, огорчение вызвано тем, что человек оказался не тем, кем вы его считали. И, соответственно, если вы в своем воображении фантазировали на тему того, как вы будете, например, с ним вместе, то есть, например, он, допустим, с вами работает, там, потом уволится, вы будете в хороших отношениях, у вас с ним что-то получится и так далее. Или, может быть, вы думали, что он станет хорошим сотрудником и вы все-таки сблизитесь с ним, будете доверять ему, ну и так далее. То есть, вот это у вас сыграло вот такую роль негативную. И нужно понимать, что, с одной стороны, это продиктовано тем, что, ну, вот, так получилось, что мужчину вы начали идеализировать немножко. С другой стороны, у вас есть явная потребность в личных отношениях. То есть, вы не реализуетесь как женщина. И это большая проблема, потому что, если вы испытывали к нему интервью, значит, вы не реализуетесь как женщина. Соответственно, вам нужно либо с тому, либо с психологом подумать, что вам мешает реализоваться как женщина и подумать, как именно вы хотите это сделать. То есть, например, почему отношения на работе табу? То есть, понятно, что хорошего это ничего не принесет. Но, с другой стороны, почему бы и нет? То есть, откуда вот это табу? Табу – это всегда опыт. И табу – опыт всегда негативный. Значит, у вас уже были случаи, наверное, когда вы вступали в отношения с сотрудниками, которые потом приводили к чему-то плохому. Либо вам кто-то внушил, что это очень плохо. То есть, эти установки, вполне вероятно, вам мешают. Если вы, например, бизнесом занимаетесь очень много, и у вас нет времени на личные отношения, то где еще вам их строить, кроме как на работе? Негде. И в этом случае вам необходимо встречаться с кем-нибудь из своих коллег, чтобы реализовываться как женщин, чтобы удовлетворять свои потребности как женщин. Это очень важно. И это одно из того, что повлияло на ваш такой уход отношений, на эмоции. Следующее, что могло повлиять – это ваше профессиональное отношение к себе. То есть, вы посчитали, что выбор менеджера был неправильный, неудачный, и все привело к тому, что вы были вынуждены его уволить. То есть, вы считаете, что вы совершили ошибку. И эта ошибка заставляет вас думать, что вы не такой успешный руководитель, как, например, считали себя. То есть, вы начали сомневаться в себе как в руководителе. И отращение к человеку связано с тем, что именно он – икона, как бы средство, опосредствование того, что вы стали в себе сомневаться. Другой вопрос – это что вы видите следствие, но не видите причину. Человек действовал в своих интересах, и, как я уже сказал, действовал, в принципе, без нарушений, кроме того, что нарушений дисциплины. Но другой вопрос – почему вы позволяли ему эту дисциплину нарушать, и когда поняли, что идти у него на поводу больше не нужно. То есть, вот, нужно уловить вот этот момент, момент, когда вы делали так, как хочет он, и момент, когда вы поняли, что действовать так же уже нельзя. С этим вот нужно разобраться, что на вас повлияло. Но, тем не менее, тем не менее, мужчина действовал, в принципе, как бы в своем праве. И то, что вы испытываете отращение, вполне возможно, связанное именно с тем, что вы занимаетесь в себе, как руководителя. И, соответственно, как руководитель, вы в себе не уверены. И, соответственно, вы теперь боитесь, может быть, что подобная ошибка повторится, или что подобная ошибка приведет к тому, что, например, в вашей компании что-то произойдет плохое. Понимаете? То есть, вот такой вот еще, может быть, момент, момент. И если это так, то вам нужно повышать свою уверенность в себе, как руководителя. И для этого необходимо понять, в чем именно вы теперь в себе не уверены. В чем именно вы сомневаетесь, и поработать именно над этим. То есть, что-то рационализировать, что-то лучшее понимать, что-то в себе принять. Например, принять право на ошибку. Ну, а что-то постараться немножечко подтянуть. Ну, и, соответственно, если вы чего-то боитесь, то со страхами тоже нужно работать отдельно. То есть, это вопрос, опять-таки, рационализации, демистрификации и, соответственно, использования определенных средств для того, чтобы страх вам меньше докучал. Например, представить себя, вам нужно представить себя в уже произошедшей ситуации, той, которой вы боитесь. И продумать свои действия в этой ситуации. То есть, это вот очень эффективное средство для того, чтобы вы немножечко учились совладеть своим страхом. То есть, его не нужно подавлять. Его нужно именно контролировать, чтобы вы понимали, что действительно есть опасность. Что опасность какая-то, она требует корректировки вашего поведения. И это нормально. Но не нормально, когда страх влияет на вашу жизнь. Ну, и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать, это то, что поведение мужчины вам что-то напомнило. То есть, оно вас как-то задело. Задело вас, вас что-то. То есть, здесь идет ассоциация. Какая-то ассоциация с чем-то, с чем, естественно, пока неизвестна. Непонятно нам этого. Не можем узнать, к сожалению, пока что. Но то, что ассоциация есть, и то, что она может быть, это очень даже вероятно. То есть, подобное поведение мужчины могло напомнить вам поведение, например, вашей подруги, вашего друга, вашего бывшего мужчины, ваших родителей, кого-то из вашего окружения. Подобное поведение мужчины может быть в связи с вашими установками, с вашими взглядами и так далее. То есть, здесь имеет место быть именно личностный такой вот оттенок. И на уровне ассоциации, то есть, вот, например, вы говорите, вызывает отвращение, да? Ага, отвращение почему? Вы не допускаете того, что мужчина действует в своих интересах. Или вы считаете, что он как-то задел вас. А он определенно вас чем-то задел. Вот, и попробуйте подумать, в чем он вас задел. Потому что то, в чем он вас задел, это ваши проблемы. И то, в чем он вас задел, нуждается в проработке. То есть, нуждается в обсуждении, нуждается в корректировке, нуждается в переосмыслении и сознании. Я пока не сказал слово осознание. Потому что осознание, это значит изменение. А просто сознание, сознание. То есть, получение представления о чем-то в своем сознании. Как раз, я думаю, словообразование вы здесь понимаете. И вот именно эти три момента, эти три причины, могут быть тем, что заставляет вас испытывать подобные переживания. И для того, чтобы избавиться от отращения от негативных эмоций, необходимо понять, во-первых, какие ваши потребности нуждаются в удовлетворении и таким образом заявляют о себе. И, во-вторых, это значит то, что именно задело вас поведение мужчины. То есть, что именно заступило вас? Обидело, как-то унизило. Почему вы восприняли его поведение на личный счет? Вот это вот очень важный момент. И здесь мы входим в область интерпретации. То есть, когда я могу очень много пространных говорить о том, что могу вас задеть. Ну, например, в его поведении вы увидели некий такой бунтарский дух, который начал угрожать ваше мультивидерство. Соответственно, если что-то начало угрожать вашему лидерству, то вы боитесь это лидерство потерять. Соответственно, лидерство для вас имеет очень большое значение. То есть, лидерство – это не просто положение, это не просто позиция, это именно значение для вас большое. Так же, как и большое значение, например, имеет для вас предприятие, на котором вы работаете. Ну, то есть, фирма или какая-то точка, бизнес. И вот это все – ваши страхи, ваше значение бизнеса, своего положения, отношения работников и так далее. Это все нарушилось этим мужчиной. И нужно разбираться, что именно нарушилось. Понимаете, лично ваши сомнения в себе, в страхе, лично ваши потребности, которые нуждаются в удовлетворении, и вызывают у вас отношения к этому мужчине. Потому что, с одной стороны, вы уже посчитали, что он вам что-то может дать, и вы тяжело переносите, что этот человек оказался не тем. Даже если вы сознательно так не считаете, то потребности ваши никто не отменял, и они есть, и они нуждаются в удовлетворении. Соответственно, установки ваши, в которых вы сомневались, тоже оказались на свету. Равно как и страхи, равно как и сомнения в себе. И все это вам не нравится. И вы за это обвиняете мужчину. Именно в нем вы видите причину своих проблем. На самом деле, проблемы, они были у вас до того, как вы этого человека встретили. Просто вы о них не подозревали. А сейчас у вас все, они есть, эти проблемы. И поскольку проблемы обозначают личностный рост и развитие, то есть человек всю свою жизнь решает проблемы. И соответственно, только решая проблему. С проблемой человек приобретает опыт, человек приобретает силу, человек приобретает уверенность в себе. И вам необходимо поблагодарить Владимиру за то, что он появился в вашей жизни. Потому что он вскрыл ваши слабости, с которыми вы можете работать теперь. И убрав, или купировав, или принялись их, вы станете сильнее. И став сильнее, вы станете куда более успешен. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, будет рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!